И в продолжение. На неделе в Коми своеобразное воспитательное турне провели знаменитые боксеры нашей страны. Призеры Олимпийских игр Владимир Никитин и Михаил Алоян побывали в нескольких городах, встретились с начинающими спортсменами, а после заглянули в нашу студию, чтобы рассказать Ольге Коняевой о том, как развивается бокс в Коми. Здравствуйте. Мой первый вопрос к вам, Вячеслав. Республика на некоторое время, по крайней мере на этой неделе, стала центром развития бокса. Благодаря чему это стало возможно? Здравствуйте. Ну, во-первых, благодаря совместной работе Центра поддержки и развития проектов в области спорта и патриотизма «Спорт», Федерации бокса города Сыкт-Вкары и Министерства спорта. К нам приехал в гости наш друг Михаил Алоян. Это заслуженный мастер спорта по боксу, двукратный призер Олимпийских игр, чемпион мира. Цель вообще визита Михаила, чтобы потренироваться с ребятами, провести мастер-классы, показать детям то, что можно добиться таких же результатов, то, что чемпионов среди них, ничего невозможного нет. Ну, в принципе, вот с Владимиром сейчас ведем такую работу, катаемся по городам, проводим свои турниры. С целью популяризации бокса, чтобы дети видели то, что к нам в республику приезжают ребята-спортсмены такого уровня. Ну, это достаточно такая сильная мотивация для ребят, потому что мы были в других городах республики. Они на Владимира смотрятся с восхищением, потому что Владимир – это такая громкая история для нашего региона. Михаил и Владимир, вы побывали в нескольких городах, наверное, везде разная база, разный уровень подготовки спортсменов. А как вы можете оценить желание наших юных спортсменов учиться и перенимать опыт у таких именитых мастеров, как вы? У детей, так скажем, желание огромное. То, что если где-то в северных городах не такая большая возможность, не так много турниров, не так много сборов, как, например, у ребят из Сыктывкара, которые постоянно на каких-то соревнованиях или сборах находятся. Вот это одна из наших целей – побольше делать турниров, побольше их собирать, делать какие-то тренировочные моменты. Вот в этом направлении и будем работать. Михаил, вы впервые в республике. Какие впечатления? Впечатления очень хорошие. И то, что бросилось в глаза – это горящие глаза юных наших друзей, которые хотят добиваться результатов. И это, наверное, один из самых важных факторов, который важен для работы ребят, чтобы, как говорится, есть материал, над которым нужно и можно работать. А можете вспомнить какие-то интересные случаи? Может быть, были необычные просьбы? В Инте у них тоже будет проводиться турнир. И очень попросили нас привезти какого-нибудь именитого спортсмена еще. Будут в Оркуте проводиться заполярные игры. Мы, наверное, привезем туда тоже кого-то из олимпийцев. То есть ребят с олимпийской медалью, может быть, чемпион олимпийских игр, может быть, призера. В любом случае, это тоже такой у них будет толчок для развития, чтобы на их спорт обратили внимание. То есть просят, чтобы чаще приезжали, да? Это мотивирует? Очень это мотивирует. Если бы в наше время на таком потоке, как мы запланировали, допустим, раз в месяц, кто-то приезжал бы к нам, то мотивацией было бы больше тренироваться, я вам скажу. Хотя она и так была. В каждом зале раньше все равно у нас было по три мастера спорта. И другие тоже хотели войти в эту касту, так сказать, на верхушку спорта. Поэтому мотивация была. Я хочу сказать, на самом деле, отдельное спасибо людям, которые помогли нам провести и предыдущий турнир, и эти мастер-классы, и в целом, которые помогают здесь на территории Республики Коми нам работать. Это министр спорта Наталья Викторовна Карина. Это у нас Андрей Истомин, Андрей Алексеевич Истомин. И Эдуард Фатыхов, президент Федерации бокса. Вот без этих людей бы ничего бы этого не было. Им отдельное спасибо большое человеческое. И они делают действительно благое дело на развитие наших ребят, нашего бокса любимого. Будем с ними и дальше сотрудничать. Может ли стать бокс в Коми наиболее приоритетным видом спорта? Какие у вас есть предложения для развития бокса? На самом деле предложений много. Так как это работает на России, это будет работать и здесь. То есть это больше проведение соревнований, турниров, открытых рингов. Это популяризация, чтобы приезжали сюда. Даже элементарно такой знаменитый боксер, как Александр Поветкин у нас боксировал в Гусинске с нашим тоже земляком. С Усинска была матчевая встреча в Усинске против сборной России. И другие ребята со сборной России приезжали в Усинск. То есть проводилась достаточно серьезная работа. И основная цель у центра поддержки моего, это чтобы в регионе у нас появился член национальной сборной. Мы сейчас ведем работу с молодежью, с старшими юниорами. Там у нас есть ребята на самом деле в Сосногорске и победители первенства Европы. Это очень серьезный результат. То есть есть будущие чемпионы у нас? Естественно. Мы проводили турнир в апреле месяце на призы заслуженного мастера спорта Владимира Никитина. Было много ребят, участников. Четыре региона к нам приехало. Но наши ребята показали себя очень достойно. Наши ребята прямо, ну, есть, так сказать, это на языке бокса, нужно сказать, есть материал, с чем работать. Поэтому будем работать. А залов хватает у нас? Залов у нас предостаточно. Владимир, вы планируете завершить спортивную карьеру 22 августа в Сыктывкаре. Если не так, поправьте меня. Расскажите, пожалуйста, подробнее про предстоящий бой. Да, планирую завершать карьеру, потому что уже так подустал, уже живых мест нет, что на руках, что переломано все. Планирую завершать и хочу это сделать значимым событием, то, что где я начал, чтобы там и закончить. Планируется на День Республики Коми 22 августа. Договариваемся, определенные моменты, потому что хотим сделать грандиозное шоу, сделать большой карт боксеров. Не только чтобы я был, там будут очень именитые боксеры. Также соберем именитых гостей. Планируется сейчас, пока не определить еще с местным проведением, но вот это все уже на завершающей фазе. Потому что скоро будет анонс, да, будут драться за титул. Будет война в ринге 22 августа. Приходите. Спасибо вам. Успехов дальнейших в развитии спорта. Спасибо.